всем привет друзья мы в общем-то уже выезжаем я вам сейчас еще раз покажу наши хоромы и расскажу что здесь так как то есть мой отзыв об отдыхе в отеле фестиваль на улице демократической 1 по интерьеру я думаю особо придавать значение нет смысла комната как комната как бы и сплит системы и телевизор даже мини-холодильник чай нам предоставили единственный момент чайник автоматически не выключался то есть нужно было вытаскивать из розетки двуспальная кровать большая над каждой получается зоны отдыха там тумбочка и бра работала в санузле соответственно тоже все что нужно есть ванная раковина фен санузел полотенце но теперь из этого выходит и плюсы и минусы во первых плюс это цена и это место расположения отеля по цене нам на четыре ночи получилось два триста двадцать или два триста пятьдесят что-то так вот это на двоих на четыре ночи по расположению почему большой плюс потому что находится но прямо на набережной адлера чайка пляжа чайка теперь о минусах самый главный минус это отсутствие окна то есть вы заметили на моего не показываем окно выходит в коридор причем ночью горит свет то есть отсюда вы выбивают полоски света днем особенно в первые часы утра соответственно здесь наоборот темно то есть нет ощущения что наступило утро все сегодня мы дважды пытались по будильнику проснуться но не получалось потому что кажется что ночь на улице второй минус такой тоже немаловажно это плохая звукоизоляция вот действительно насколько дешево мы заплатили за отдых настолько же изоляция была плохая в той же пропорции то есть мы слышали соседей у кого-то были брачные игры у кого-то были разборки кто-то очень шумно сушил голову кто-то мылся очень шумно общем все эти звуки были слышны в третий минус он вытекает больше из такого минуса который связан с окном это то что здесь не хватает вентиляции то есть когда ты открыл окно у тебя комната озарилась светом и плюс еще свежий воздух пришел у тебя рециркуляция воздуха здесь все-таки этого не хватило то есть в коридоре воздух собирается и соответственно нет вот эта вентиляция как это было бы при нормальном окне второй момент покажу видите вот там намного светлее сейчас коридоре чем по факту в номере много до минуса до минуса но зато как есть на самом деле просто санузел смотрите как мне показалось вначале то есть приходила женщина на второй день нашего проживания и докладывала получается второе мыло потому что было сначала два пакетика шампуня и одно мыло потом на следующий день появилось второе мыло но после этого соответственно никто не приходил потому что и мылом мы пользовались и шампунем но так вот никто нам и не доложил я просто не знаю входило это в оплату или нет но просто сначала доложили а потом перестали еще один момент то что ну я не знаю насчет смены полотенец это не проблема была у нас не было грязно но влажная уборка по факту по факту по моему проводилась только второй день хотя я сейчас смотрю в принципе чисто нет не буду я на людей наговаривать на самом деле просто не хватило чтобы каждый день добавляли шампунь с мылом допустим если я по командировке приезжаю сюда на отдых и мне нужно например шампунь что я ничего не беру с собой самолет так как типа мне нельзя поэтому шампунь должен был наверное каждый день пополняться ну а на этом все на самом деле выигрываем в цене но теряем какие-то другие примочки которые немаловажны это например вид просто вид из окна окно как таковое вентиляция отсутствие от этого свежего воздуха соседи громкие ну то есть я не знаю чаша весов перевешивает на цена потому что получается 550 рублей в сутки за двоих за номер то есть это меньше меньше 300 рублей с человека то есть если бы точнее 275 рублей с человека за номер в котором есть все ну кроме окна поэтому я думаю что цена адекватная все здесь рядышком море пожалуйста выходишь на общий балкон у тебя прекрасная панорама то есть принципе на четыре дня я думаю достаточно летом если будете отдыхать возможно будет некомфортно но поэтому смотрите сами принимайте решение она сама была светлана вот такой вот мини отзыв реально о жилье в этом гостем доме и еще один момент пока не забыла но может быть это проблема всех получается гостиниц и отелей два раза я видела макрицу которая ползала но я не боюсь макрица знаю что это за насекомое поэтому но если у вас там не переносимость макрица то ищите более-менее сухой санузел но в принципе влажностью и сыростью не воняло ну просто вот они бывают что заходят санузлы на этом точно все пишите комментарии стали бы вы здесь отдыхать за такую сумму или бы поискали что-то дороже но покомфортнее пишите в комментариях очень интересно знать ваш ответ все до новых встреч пока пока